Я хочу задать вам простой вопрос. Когда вы отдаете машину механику, означает ли это, что вы машина? Когда вы ведете свою собаку или кошку к веретеринару, означает ли это, что вы животное? А теперь сложный вопрос. Означает ли посещение церкви каждое воскресенье, что вы Дитя Божье? Потому что многие люди ходят в церковь по классическим причинам, по эгоистичным причинам или по материальным причинам. Что мы имеем в виду, когда говорим, что многие люди ходят в церковь по классическим причинам? Это значит, что мы ходим в церковь, потому что воскресенье, выходной день, нам больше нечего делать. Мы живем в христианской стране, и в воскресенье все ходят в церковь. И классическая причина всех ходят в церковь в воскресенье, пойду и я, когда мы идем по эгоистичным причинам. Мы идем, потому что чего-то хотим, потому что нам нужно исцеление. Многие приходят в церковь, потому что нуждаются в исцелении. Получив исцеление, они исчезают, возвращают к своей прежней жизни. Или мы приходим в церковь, потому что нам снятся кошмары, и мы хотим, чтобы они прекратились. Мы приходим в церковь, и после того, как человек Божий помолится, и кошмары прекратятся, мы думаем, «Отлично, теперь я свободен от своих кошмаров, я могу продолжать свою жизнь». Свободно идти, куда хочу, делая все, что хочу, говорю, что хочу, и думая, что хочу. Настоящая причина, по которой нам следует приходить в церковь, заключается не в том, чтобы следовать своему собственному пути, своему собственному методу поклонения или веры. Мы приходим, чтобы познать Божий путь, и это подводит нас к названию сегодняшнего послания. «Освободитесь от греха». Многие из нас из-за проблем, с которыми столкнулись, сменили до ста церквей. Сколько же мы посетили монастырей, молитвенных домов и даже домашних собраний. Нам были сказаны пророческие слова, говорящие, что Господь решит нашу проблему, но проблема остается. Именно так обстоят дела у многих из нас сегодня, когда мы сталкиваемся с проблемой или болезнью, бедностью, неудачами, разочарованием или другими трудностями. Мы бежим от одного человека Божьего к другому. Каждый раз, когда мы идем к другому, мы говорим, «Я пошел к последнему, но ничего не смог сделать». Я даже ходил к тем, кто утверждает, что творит чудеса, но они тоже ничего не могли сделать. Моя проблема все существует, поэтому я пришел к вам. Если вы продолжаете винить свои проблемы кого-то другого, «Ваша проблема никогда не будет решена». Мы говорим, когда вы оправдываете свои грехи, ваши грехи не могут быть оправданы. Многие из нас находят оправдание своими грехами, своим ошибкам. Мы говорим, у каждого есть слабости. У меня тоже есть слабость. Я выкурю одну сигарету в день. Что я могу сделать? У каждого есть слабости. Они крадут, другие убивают, третий лгут, третий прелюбодействуют. «Ничего серьезного у меня нет. Всего одна невиданная сигарета в день». Это не имеет большого значения. Да, но Слово Божье говорит, что когда вы оправдываете свой грех, ваш грех не может быть оправдан. Итак, каким путем вы хотите следовать? Ваш собственный путь или Божий путь? Готовы ли вы познать Божий путь? После многих исследований своим путем и осознания того, что ваша проблема все еще существует, после многих лет использования собственных методов для решения своих проблем и наблюдения, что вместо решения ваши проблемы только увеличиваются. Самый простой способ избавиться от проблемы — это увидеть себя ответственным за нее. когда вы осознаете, что несете ответственность за свои проблемы, вы поймете, что никто другой не может вам помочь, кроме Бога. Знаете ли вы, почему многие из ваших проблем сохраняются и сегодня? Знаешь почему? Потому что даже сейчас ты все еще ищешь виноватого. Один человек говорит, это вина моего отца, потому что он меня неправильно воспитал. Другой говорит, это вина моей матери, потому что когда я был маленький, она выбрала соломена на улицу. Они ищут причину, чтобы переложить вину на кого-то другого. Вы ищете исцеление. Забудьте об исцелении и начните молиться. Господи, помоги мне не согрешать пред Тобою. Господи, сохрани меня от греха. Именно это имеет в виду Бог, когда говорит, ищите прежде Царства Божьей и правды Его. Но когда не удаляешься от греха, корень остается. И грех, как корень, начинает расти болезнь здесь, болезнь там. Мы обращаемся к врачам, делаем операцию, но болезнь продолжается и распространяется. Грех, после того, как мы отсекли болезнь, ведь начинает производить бедность. Мы теряем деньги, мы теряем все. В финансовом отношении мы в упадке. Мы берем в долг то тут, то там, стараясь отрезать ветку бедности. А потом, после бедности, болезнь выносит еще одну ведь. Почему это происходит? Потому что корень проблемы все еще там. Пока грех, проблема будет существовать и дальше. Устранение, устраните корень проблемы. Корень вашей проблемы, это грех.